Продовольственная безопасность и стихия свободного рынка Где тонет рыба из российских морей Экономическая политика 3 февраля 2015 года Продовольственная безопасность и стихия свободного рынка Где тонет рыба из российских морей Сегодня Россия, отказавшаяся играть по невыгодным ей правилам, оказалась втянута в полноценную экономическую войну, которую еще называют санкциями И не надо пребывать в иллюзиях, что все это быстро и легко закончится В этих условиях совершенно естественно, что руководство государства непрестанно говорит о разном импортозамещении, по сути, об экономическом суверенитете В этом суверенитете первейшие, простейшие понятия – продовольственная безопасность И сегодня речь у нас о естественных, возобновляемых ресурсах, правильное применение которых способно обеспечить страну продовольствием в период любого кризиса А именно, о рыбе Исторически сложилось так, что Россия омывается 13 морями, каждая из которых в зависимости от океанической акватории обладает ценнейшими запасами рыбы В частности, Дальневосточный бассейн – это место обитания уникальных биологических водных ресурсов, растущих в естественной среде на натуральных кормах Их качество не идет ни в какое сравнение с импортной рыбопродукцией, которые изобилуют на рынке, например, в Центральной России Почему так? История давняя После развала Союза, на заре приватизации, когда государственная собственность приватизировалась за абсолютно символические суммы, рыбная отрасль, как и все хозяйство страны, была растащена по частным лавочкам Исключение составили лишь причальные стенки, как имеющие стратегическое значение на случай войны, что, в общем-то, и позволило государству в дальнейшем не потерять контроль за деятельностью портов Ввиду того, что в экономике отрасли были нарушены системообразующие экономические связи, былой мощи отечественное рыболовство так и не смогло набрать Протекции иностранных государств своим производителям рыбы вкупе с мощной коррупционной составляющей в самой России позволили иностранным компаниям захватить российский рыбный рынок В результате наша рыбная отрасль, не выдерживая конкуренции и не имея возможности реализовывать рыбопродукцию на собственном рынке, приходит в упадок Частным рыбопромысловым компаниям становится гораздо выгоднее вести свой улов в Китай, Корею, Японию, Норвегию и даже Америку, где на поставках российской рыбопродукции постепенно растут целые города со счастливым и сытым населением Там они получают и выручку в валюте, и хорошее обслуживание судов в портах и вообще чувствуют себя очень хорошо А наши порты тем временем без притока рыбы начинают переориентироваться на другие грузы Свято место ведь пусто не бывает Да и бизнесмены, приватизировавшие рыбные порты, решили не прилагать усилий для возвращения рыбаков, создавая для них приемлемые условия портового сервиса Для этого же надо вкладываться в формирование и ремонт недешевой рыбопринимающей и рыбоперерабатывающей инфраструктуры Сделали проще, переориентировали рыбные порты на обслуживание других грузов Первую очередь, на экспорт сырья В портах, которые создавались некогда в СССР под нужды рыбохозяйственного комплекса Начинают грузить уголь, металл, глинозем и прочее совершенно несъедобное изобилие, которое требует от порта только подъездных путей Площадки под груз, причала и крана на нем Какие холодильники? Какие рефрижераторы? Какая переработка? Как следствие, инфраструктура рыбных портов, оставшейся от СССР, не используется по назначению и со временем приходит в негодность Рыбаки с чистой совестью, портов то своих нет, везут улов за границу А народонаселение державы потребляет в пищу то, что выращивают заграничные рыбные фермеры Да полуфабрикаты, изготовленные из нашей же рыбы закордонными пищевиками Кстати, и цена на рыбопродукцию из-за этой закордонности соответствующая На вялые протесты чиновников расрыболовства бизнесмены отвечают Нам рыбу в России реализовывать некуда, поэтому будем заниматься тем, что приносит прибыль Доходит до парадокса, государственное имущество в виде тех самых стратегически важных причалов начинает уплывать в частные руки Ярким примером тому является терминал Астафьева в находке, где коммерсантами ликвидирована знаменитая еще на весь СССР шестебаночная находкинская фабрика А на очищенном от ее обломков месте создан угольный терминал Или же взять самый большой в Приморье морской рыбный порт во Владивостоке Где процент перевалки рыбы составляет около 4% от всех переваливаемых грузов К слову сказать, 30% компании, управляющей портом, является компания Asian Metal Resources Group, Inc. и Sandiva, США Тоже требуют отдать стратегические объекты в аренду на 49 лет Причем опять-таки, не собираясь ни причалы ремонтировать должным образом, ни к рыбной теме возвращаться так, как это положено Но извините Если за 20 лет вы так и не наладили поток рыбопродукции в страну То в какие ни у Васюки должно поверить Отечество Чтобы отдать вам причалы практически на совсем и, по сути, за даром? И проблема не только в позиции бизнеса по этому вопросу Местные власти тоже почему-то не думают об организации поставок рыбы вглубь страны Например, Невельский рыбный порт на Сахалине В 2007 году в Невельске было сильное землетрясение Государство разрушенную городскую инфраструктуру восстановило Честь и хвала А вот инфраструктура градообразующих рыбопромысловых причалов за 8 лет осталась без должного внимания и пришла в негодность Они так и стоят полуразрушенные И в планах Сахалинского руководства не рыбные мощности возрождать, а организовывать перевалку опять-таки угля Как-то крепко связаны интересы государевых управленцев на местах и продающих энергетические ресурсы бизнесменов И таких примеров масса Но суть по большому счету не в этом В конце концов, любой предприниматель думает о выгоде своей и своего предприятия И если у него вышел из строя советский холодильник стоимостью в миллионы долларов Он сто раз подумает, что выгодней Вкладываться в строительство нового или же снести его и заняться грузами, которые этого холодильника не требуют Да, если бы не ряд но А как же рыба? А как же продбей запасность? Или нынешняя задача по импортозамещению? Га-чиновники в лице расрыболовства и подведомственного ему в губ нацрабресурс, в ведении которого находятся эти самые рыболовные причалы, голову сломали, как же уговорить бизнесменов вспомнить про родину и ее потребности? Бизнесмены интересуются Ой, а вы кто? А чиновники говорят, мы государство Это причалы то наши как раз Да ну, отвечают бизнесмены Ну да, настаивают чиновники Их как раз ремонтировать надо Разваливаются же, так мы ж вам аренду платим Вот и ремонтируйте, так вы ж на текущий ремонт не тратились Причалы разваливаются уже Капитальный ремонт нужен Будем повышать аренду Ах, вы так? Возмущаются бизнесмены и начинают хождение по судам, профсоюзным комитетам и великим кабинетам Жалуясь на удушение своего права на свободное предпринимательство и приоритетное право добивания разваливающейся госнедвижимости А государство пусть их еще и отремонтирует Желательно построят им новые Задача бизнеса проста Сохранить поток своих доходов А с потока начинают подкармливать всех, кого можно Да и кого нельзя тоже В результате образуется порочный круг Включающий криминальный бизнес и коррумпированных чиновников всех уровней Ну как рыбакам идти к нашим берегам, когда там такое болото? В общем, конфликт интересов представителей портового бизнеса и государства налицо И в результате этого конфликта страдает наш рыбный рынок, который не в состоянии предложить покупателю продукцию надлежащего качества и по приемлемой цене Государство же в лице ответственных за отрасль ведомств вынуждено уговаривать, упрашивать, агитировать бизнес на предмет заботы обо всем Отечестве Конечно, не все так просто и прямолинейно Перед задачей заполнения российского рынка своей же рыбопродукцией встает много нерешенных проблем, помимо отсутствия надлежащей инфраструктуры в профильных портах Не решены в достаточной степени вопросы рыбопереработки на нашем берегу, доставки полученной продукции в Центральную Россию Не решены вопросы с ангажированными ретейлерами, управляющими поставками рыбопродуктов В общем, проблем – гора и рыбные порты, лишенные необходимой инфраструктуры Это лишь начало длинной цепочки несуразностей, не позволяющих отрасли кормить свое население К сожалению, ситуация в отрасли складывается таким образом, что зона ответственности ее заканчивается за воротами порта Куда и каким образом идет рыба дальше, и в каком виде и качестве она попадает на стол к потребителю В рыболовном агентстве контролировать не могут, там уже зона священного свободного бизнеса Так что на сегодняшний день государство стоит перед странным выбором Продолжать заигрывать с бизнесом, отдавая ему в угоду свои стратегические мощности Или обеспечить ту самую продовольственную безопасность Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова